алиска легла спать пока мамка занята пока мамка тут монтирует и пытается монтировать перед сном алисик была спать алиска легла спать тушите свет люди я спать хочу алиска привет друзья как-то я немножко пропала как говорят мои подписчики но просто какое-то настроение сейчас совершенно не влоговая и если у меня сейчас и будут появляться какие-то видео то это скорее какие-то мастер-классы может быть обзоры чего-то поездки на выставки и прочим сейчас просто ну как-то нет настроения вообще что-либо снимать как-то я и с обследованием ничего не может выясниться то есть врачи не понимают почему у меня не имеют руки и по моему они даже не пытаются это понять вот анют спасибо тебе за консультацию я обязательно запишусь к неврологу и буду настаивать на этой записи но всякий раз когда я прихожу к терапевту она на меня так смотрит как будто я все выдумала ну такими глазами за на меня посматривает как будто я выдумала что у меня не имеют руки что у меня не шевелятся пальцы там опухают пальцы я не могу ими пошевелить то есть такое ощущение складывается что я не знаю даже ты приходишь к терапевту которому вообще по барабану вот реально и то что он там назначает какие-то процедуры которые вообще ни к чему не приводят но походила я на эту как это физиотерапия какой-то стеклянной штукой которая выдает статическое электричество я водила себе по руке сама то есть это никто там не делал а я сама это делала 8 ну как бы 8 сеансов можно так сказать и в итоге это ну никак это не помогло в начале да в начале стало легче левая рука перестала не иметь да с левой рукой все нормально но правая рука она по-прежнему не имеет и ничего не изменилось вот и как-то настроение упальническое у нас льет дождь поэтому какие-то влоги что-то такое разговорное чем-то делиться с вами ну нет настроения вообще и я сейчас у меня очень загруженные последние две недели то есть помимо того что всякое это обследование дурацкое я еще езжу на разные выставки как вы заметили то есть у меня сейчас появляются видео обзоры с салона кукол вот сейчас четыре обзора вышло то есть обзор из четырех частей вот сейчас еще появится обзор с двух выставок на которые я уже ездила я уже все отсняла один я уже смонтировала еще один остался не смонтированный но там 12 гигов видео это уж извините на это требуется время вот и сегодня вот я сейчас собралась иду на выставку у нас в районе это женщина коренная жительница района Ивановская вот и ей уже больше 90 лет она занимается вышивкой вообще она по моему химик по образованию но вот она занимается вышивкой и вышивает насколько я поняла гладью и вышивает пейзажи пейзажи с животными с чем-то таким в общем я иду смотреть если там будет возможность поснимать я вам сделаю несколько кадров вот и и что еще хотела сказать еще хотела сказать что на выходных буквально в эти выходные я иду на аж на две ярмарки сразу одна на проспекте мира в олимпийском а вторая на чкаловской в артплее пока не знаю на какую сначала на какую потом но скорее всего еду в воскресенье в общем если вы тоже будете проездом на этих мероприятиях то можем там встретиться если интересно ну а так если не интересно то просто приходите посмотреть на творческое сборище мастеров которые творят удивительные вещи вот в общем и еще такое из планов еще в декабре я еду тоже на выставку ярмарку на тишинку hello teddy по-моему называется но я еду я вообще не тедист я не очень люблю медведей но я еду знакомиться с одним мастером на которого я подписана в инстаграм и я просто безумно безумно балдею от ее маленьких котяток вот и в общем еду в декабре с ней знакомиться лично и знакомиться с ее маленькими котятками от которых я балдею вот так что вот такие пока новости наболтала вам уже почти на 6 минут давайте пока попрощаться потому что сейчас уже время 3 наверное я собиралась час назад уже отъехать поеду на выставку если возможность будет я там поснимаю вам если не будет тогда просто потом уже приеду и расскажу свои впечатления вот и увидимся так ну что народ я уже пришла получилось это все довольно быстро я думаю что там такая глобальная мега выставка на самом деле там всего где-то работ 15 может чуть больше 10-15 работ я вам в этот болтологический влог вставлю кусочек видео о том как я сходила что там было ну и соответственно будет еще отдельное такой видео обзор коротенький с работами вот еще оказывается эта женщина автор картины написала свою книгу по как бы описанию техники вышивки которую сама разработала вот в общем хотела купить книжку она 100 рублей стоит но они все закончились вот так что ну не знаю в общем сказали что возможно появятся еще книги и нужно будет позвонить в это в это в это место где проходила выставка и уже узнать привезли ли еще книжки потому что желающих на эти книги очень много как оказалось там заявок очень много много оставлено вот вообще конечно шедевральные работы очень красивые очень необычные издалека смотрятся вообще как живопись и ну вот маслом или акварелью ну больше маслом похоже на масло и радует что человек в таком возрасте он не отчаялся не махнул рукой на себя да там что уже вот старенькая уже ну чё куда а развивается стремится к большему пробует какие-то новые вещи ну вообще потрясающие работы я вставлю кусочек посмотрите и обязательно посмотрите коротенький обзор со всеми работами которые были на выставке вот если получится еще куплю книгу обязательно погода у нас сегодня мерзкая знаете если вчера по-моему или нет позавчера я никуда не ходила позавчера я ездила на выставку тоже выставка-ярмарка в центре была и если позавчера еще было тепло но при этом шел дождь то сегодня прям мерзкая такая холодная погода уже практически зима только при этом еще и дождь льет брух вот как надеюсь что влог такой получился не слишком уж болтовня болтовней разбавлю немножко кадрами с выставки с одной со второй с третьей и надеюсь будет не скучно и интересно а увидимся в следующих видео пока-пока не переключайтесь сейчас будет видео с выставки в следующем видео в следующем в следующем видео итак друзья привет я на манежке тут что-то строят как обычно и я иду на выставку так что сейчас пройду до конца и увидимся в центральном восточном зале давно давно я тут не была кучу всего строят кучу всего понастроили уже так друзья мне вот туда где толпа у входа ломится на самом деле толпы вот там не видите потому что наверное сейчас у нас народ мало интересуется народными промыслами ну ладно увидимся на выставке да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Иду домой. Мы все-таки в центре ключи, потому что все освещается, все такое яркое, красивое, подсвечено. Субтитры создавал DimaTorzok